Собственно, совершенно случайно сегодня здесь оказался. Не могли выйти, потому что вам перегородили выход? Я шел в другой кабинет, зашел сюда. Очень интересно было вас послушать. Собственно, объясните, пожалуйста, как человеку абсолютно к вашему бизнесу, к вашему продукту, не имеющему отношения. С чего начинают люди, которые впервые попадают в это дело, хотят этим заниматься. К слову, о себе скажу, что у меня есть свое дело, которое мне довольно-таки серьезно поднадоело, и я перестал от него получать удовольствие, о чем вы говорили. И немножко в поиске нахожусь, и насколько это может заинтересовать, и с чего начинается. Пока. Спасибо большое. Если, давайте так, я все единицы нарисую, чтобы можно было в разные стороны это начать двигаться. Я на себе покажу. Вот это я. Я, допустим, только что пришел. Вот. Если двигаться в эту сторону, то, в принципе, что делать большинство людей? То, в принципе, начал начинать надо с чего? То, что я рассказывал. Вот. Есть первый этап. То есть мне нужно кому-то довериться. Неважно, я могу ошибиться. Но это мое правило, выработанное с детства. Я попадаю к тренеру, прихожу туда-то, ну, например, в какую-то секцию. Начинаю заниматься, мне не нравится, перехожу в другую секцию. Потом, где-то я завис, чем не из-за тренера, не из-за секции, из-за своего друга. И дальше внутри этой секции начинается попасть к какому-то тренеру. Но когда ты уже внутри, ты начинаешь понимать, кому-то должен попасть, тебя интересует двигаться. Первоначально ты просто куда-то приходишь. Точно так же было, когда я пришел в летное училище. Какому инструктору тебя распределили? Ты не можешь выбирать, тебя куда-то распределили. Но тебе нужно довериться этому человеку, пока ты не возьмешь с него абсолютно все, чем он владеет. То есть спорить с ним можно тогда, когда ты достиг его уровня. И так далее. То есть счет уже в этом деле понимаешь. Поэтому я всегда, чем бы я ни занимался, я ищу себе учителей. Там интересует меня воспитание детей, там интересует меня личное жизни. Нахожу людей, которые в этой сфере добились результатов, которые мне нравятся. Неужели какие-то выдающихся людей. Почему? Потому что чаще всего у них требования намного жестче. То, что они говорят мне, очень мало понятно. Ну, человек, который добился результата, небольшого, но который бы я хотел. Понятно, что сейчас я учителей выбираю? И второй момент. Учителя никогда не должны мне нравиться. В принципе, никогда не нравится. Вот один из признаков учителя. Если он нравится, это не учитель. Это человек, который, грубо говоря, нам не зарабатывает. Он говорит все то, что я понимаю и то, что мне понятно. Потому что, когда мне учитель настоящий что-то говорит, мне это непонятно и мне это не нравится. Это просаживает мою самооценку, общее ощущение неудовольствия. То есть, с вами меня не по пути. Серьезно. Вот. Нет, серьезно. Весь вопрос еще в том, что вот тренер нам, когда мы плакали детьми в спортивной школе, он нам все время говорил, если вы за тренировку раз 10 меня не возненавите, я плохой тренер. Потому что, если меня сейчас убрать, вы будете делать только то, что вам нравится. Вы никогда не сделаете больше, чем вам надо, чтобы вырасти, стать больше и лучше. Понятно, зачем я сейчас время вас делаю? Конечно. Вот точно так же у меня это формировалось и по жизни. Я всегда себе ищу, чем я занимался. Финансами, иначе мне нужны учителя в финансовом плане. Но только это не те учителя, которых излом выбирают люди. Это вот опять же там у нас было, когда поступали в училище, большинство ребят шли к тем ребятам, которые уже второй раз приехали поступать, в третий раз приехали поступать, в четвертый раз приехали поступать. Они спрашивали, что нужно, что там важно, что там неважно и так далее. А я пошел, поскольку был научен уже спортом, к тому, кто слетный списали, и он остался на штабной работе, и помогал в приемной комиссии курсант. Но он поступил. Я к нему пришел, а он никому не нужен, никто вокруг него не толпится. Я стал его спрашивать, что важно для поступления, какие там учителя, преподы, где экзамены, какие моменты и так далее. Все, что он мне рассказал, кардинально учался от тех ребят, которые несколько раз поступали. Понятно, зачем сейчас говорю, примерно? Большинство людей вообще не ищут учителей по жизни, когда хочет чем-то заниматься. Либо ищут, но не учителей, а тех, кто сделал бизнес на образовании. Потому что если я сейчас напишу книгу, так же как вот «Иракция ценности Абрахова-Маслова», его ненавидит, все люди на земле его ненавидят. Больше всего его ненавидит умная интеллигенция. А вот почему он поставил прямое зеркало людям, в том числе интеллигенции, все и духовно развитые. Это даже у него незакон, если вы знаете «Иракцию ценностей». Он говорит, я не открыл, я описал. Все спорят, никто не может опровергнуть. Он сказал простую вещь. Это даже не закон, а следствие, по-моему, даже не первое, а второе. Следствие из одного из законов. Пока интерна потребность более низкого характера, вы не сможете видеть потребность более высокого характера. То есть, грубо говоря, вы не можете быть духовно развитыми людьми, пока вы не финансово независимы. Представляешь, какой удар по интеллигенции. По труженикам. Вот и так далее. Поэтому его все ненавидят. Но интересно с этой вещью поработать. Короче, для меня есть, если я вот работаю, для меня есть первый этап – это нормализация водной среды организма. Это то, что я знаю, с физиологией, с временем спорта и авиации. Есть еда, есть вода и есть братья наши меньшие. С этим много написано с едой. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, жирные кислоты, ферменты, что-то кто-то об этой сфере знает, в меру своей вежественности, невежественно здесь более-менее известно. Когда говоришь с водой, причем внутренней водой организма, здесь практически все плавают. Мне это нравится. Почему? Если с ним все плавают, то у меня есть исключительное преимущество. И когда я думал, каким бизнесом заняться, я понимал, надо заняться водой. Там всего лишь две сферы, бутылирование, самая старая это фильтрация и современное бутылирование. Все равно никаких больше тем нет. А у нас есть тема возвращения воде природных свойств. Ни у кого ее нету. Мы номер один в мире. Мерорганизация внутренней среды организма, водной. Почему это важно? Потому что из-за этой внутренней воды, во-первых, мы на 70% состоим. Когда она меняется, меняется даже наше восприятие мира. То, как мы мыслим хорошо или плохо. То, как мы радуемся и не радуемся. Почему говорят, что рожа кислая, зависит на организм. Есть у нас энергия, нет у нас энергии. Мы 70% энергии своей тратим на переработку воды, которую мы пьем. Мы вообще единственное существо на планете, которое пить что-то кроме воды. Животные встречают Новый год без Кока-Колы. И вам всем все равно. Вот. И радуются при этом. Вот эта тема, это, грубо говоря, клетки у нас, если вы знаете, они умирают и рождают, мы обновляемся. Разные системы с разной скоростью. То есть клетки живут недолго. И клетки, которые рождаются, ей нужно строительный материал. Что-то она может взять от старых клеток, что-то ей нужно новое. А попадает в строительный материал, вот самая еда, ну не все, макароны и котлеты не являются строительным материалом. Вот. Они в определенной черте полезны, но не строительным материалом не являются. Чтобы она что-то в клетку попала, это определяется свойствами околоклеточной жидкости. Той жидкость, которая у нас внутри. Поэтому, когда человек попадает в реанимацию, врач не знает, что с ним. Он даже не ставит диагнозы. Не важно, что с ним. Первое, что ему ставят, капельницу. Которые, что делает, приводят в норму его жидкую среду. Щелочной раствор, слабо-щелочной раствор. Понятно? Вот, грубо говоря, это капельница. Куда тут? Нормализация водной среды. Мне не важно, что у человека. Если ему можно пить и есть, я ему ставлю капельницу в виде продукта, который нормализует его водную среду. Это не один какой-то продукт. Мне это не надо запоминать, знать, как он называется и так далее. Я знаю, какие продукты, что нужно сделать с водой, чтобы она стала дающей энергией, а не забирающей энергией. То есть она может быть чистая. Но ее может не хватать. Это первое. И второе. Она может забирать энергию, а не давать энергию. То есть вот то, что я говорил, тратить на нее. 70%, 60%, 50% энергии. Тратим на переработку воды. Отечность там всякого-то хренатень. У нас спортивно назвалось гидрация. Мы с детьми 12-14 лет мы пили по 7-9 литров. Каждый день у нас стояли дни бутыли с резинами из-за этих камер вырезанных, чтобы измерять сколько мы выпиваем до соревнований. Вот за две недели до соревнований прекращали. Такое количество воды. Результаты в два раза больше, чем если не делал гидраж. Без всяких топингов. Просто есть вода в вашем организме. Жив кровь жидкая или не жидкая. Вот. И дальше братья наши меньшие. Это грибы, вирусы, паразиты, не паразиты. Бактерии. Не важно кто это. Хорошие, плохие. Не важно. У нас с ними 7 биос. Они все нужны. Только нужно понимать, где они должны быть, в каком количестве. То есть как с ними сотрудничать. И почему надо их учитывать? Потому что, во-первых, они нами управляют, они с нами живут. Они перерабатывают 50% той еды, которую мы едим, для того, чтобы они послужили, эта еда послужила строительным материалом для клеток. Плюс еще очень важный момент. Им нужна та же самая еда. То есть я всегда рассказываю, что аскорина с витамином С живет в два раза дольше, чем без витамина С. Ей нужны витамины. Ей нужны хорошие белки. Спортсбивные нужны белки. И она их съест. И если их будет много и не в том месте, не в том количестве, они будут съедать наши строительные материалы. Они строятся будут, а мы нет. Вот с этим более-менее понятно. Кто-то живет в селе, кто-то начитал все книжек, ест только живую пищу, не обработанную и так далее, и так далее, и так далее. Но вот по этим двум темам практически все блуждают. Либо чистятся, да дудури, мочой, блин, да не знаю, там углем, более страшно, менее страшно, ну постоянно чистится просто реально. Особенно в нашей стране, а люди обожают чиститься. Сейчас по всему миру детокс просто тема такая. Никто чеку не читает, что чисто не там, где убирать. Вот. Ну короче, эта тема и вообще мало кто в ней нормально разбирается. Вот. И соответственно я, исходя из этого, первое, что я делаю, нормализация водной среды. Второй этап, можно сказать второй месяц. Это нормализация водной среды, она всегда будет, добавляется очистка. Я ее делаю два раза в год. И третий этап, нормализация водной среды плюс клеточное питание. И это можно еще полгода до следующей коловады. Ну вообще это продукт очистить наш, называется коловада вам не за 90 дни. Есть три этапа, 90 дней. Если вы их проходите, там есть дешевле, дороже, мы уже другая история. Вы их проходите, говорите, эта хрень не работает, я в нее не верю, вам не надо этим заниматься. Хотите, бросьте с первого этапа. Но если вы начнете это пользоваться, заниматься, дальше в этом разбираться, теоретически и бесполезно. Единственный способ что-то понять для этой жизни, это в это влезть. Вы можете прочитать все книги о любви. Но если вы никогда не любите, вы можете прочитать все книги о войне. Но если вы никогда не воевали, вот точно так же там, например, я, если вы никогда не пробовали шоколады, я могу вам в химические формулы, технологии производства, записи выдающихся шоколадки, там, преподнести, но вы его никогда не пробовали. Поэтому единственный способ что-то понять в этой жизни, туда влезть. Это гораздо меньше тратится времени, по моим наблюдениям за людьми, чем когда они пробуют. Изучаю, пробую, так никогда и не влазя в это. Это единственный способ, как говорил товарищ Наполеон, сначала ввяжемся, а там посмотрим. Поэтому я всегда предпочитаю 9 раз отрезать, 1 раз отмерить после того, как нарезал, что получилось. Тогда есть понимание. А когда 9 раз отрезаешь, отмеряешь, а потом не разрежешь, хреном узнаешь, от какого измерения у тебя этот 1 отрез получился. Вообще ничего не понятно. Вот. Поэтому я бы делал так. Дальше я бы спрашивал своего наставника, но уверенность и общаться с другими людьми только тогда, когда либо я очень сильно верю наставнику, своему учителю, и на его вере, точнее на вере к нему, я могу уйти к другим людям, не на своей. Либо на своем результате. На результате других людей. Почему я говорю, результаты других людей? Я говорю, ребята, смотрите, там люди получают результаты. Причем, неважно какой диагноз, мне не нужно быть диагностом, врачом, мне надо разбираться по-любому. Всегда будут первый, второй и третий. Мне не важно, что у человека. Если он приходит, говорит, у меня вот там головка болит. Я говорю, с головкой к врачу. Он будет заниматься твоей головой. А вот водой, тем, что ты пьешь и ешь, будешь заниматься со мной. Если ты считаешь, что это не важно для твоей головы, не надо со мной разбираться. Ходи только к врачу. Пускай он занимается твоей головой. Если не считаешь, что то, что ты пьешь и ешь, не влияет на твоем здоровье. это первое то есть вы себя проверяете на предмет это вам нужно это созвучно вам это вообще ваша тема не ваша тема второе как минимум вы получите результат по здоровью я в этом уверен вам станет организм напьется почиститься и так далее то есть не навредите стопроцентно вот вы можете получить не то что вы хотели то что вы ожидали но то что это не навредит сто процентов железобетон вот мы не первый день не только зашли вот 12 13 лет уже мои дети мама я и так далее огромный кричит людей опять же вы можете познакомиться с этому понять эта тема работает теперь вопрос бизнеса так называемого и если вы слышали то что мы говорим я строю вокруг себя группу и смотрю на сколько я человек влияние могу ли я через то что я рассказываю повлиять на какого-то человека которого эта тема интересует того кого не интересует не смогу для этого надо психологии изучать и изучать всякую самим длинный тень там и так далее так далее дышать с ним в унисон там всяких ангелем заниматься короче говоря это долго вот например чтобы научиться например сидеть с вами разговаривать и подстраиваться под ваш ритм дыхание да вот то есть это не сработает но есть люди которые не могут повлиять даже на тех кому это интересно ну вот не знаю замечали наверное такие я таким был в детстве сереньки никак вообще незаметно никогда день рождения приглашали я приходил потом не очень гулять это не пришел мы тебя звали я был нет и 5 не был то есть я такой получен незаметный то что и мы переезжали очень часто вот когда приезжают новое местом прописка потом пока ты сойдешься там по которому то всего это в общем уже надо выезжать папу перевели это нет тринадцать слов поменены песни отдельные и вот я как бы не было друзей и такой вот был серенький товарищ очень сейчас трудно очень в это поверить но тем не менее есть люди которых люди не слышат в принципе и даже не слушаю если вот вы понимаете чем я говорю ему очень тяжело организовать даже ради хорошего какого-то дела вокруг себя кого-то даже не может сделать там грубо говоря 750 баллов это грубо говоря 10-15 человек так попросту сказать это разное можно даже 5-5 лет и сделать в среднем это 10-15 человек то есть то что он говорил он не смог людям он не смог найти тех кому надо то есть там людей которые бегают прыгают и так далее не срочи подобный инструмент они сразу будут тратить денег на какую-то воду на какие-то фильтры там и так далее какую-то еду они все равно будут тратить на это деньги он даже на этих людей не смогу найти повлиять и поэтому еще ничего построить если он не сумел даже это построить ему нужно либо меняться как человеку по характеру вот я надеюсь что вы со своим опытом уже четко это понимаете если взять например 5 человек даже из этого зала поставить их попросить назвать где они родились как их зовут кем были их родители вы их четко по степени уверенности саранжируете на этот на номер один этот номер два номер три номер четыре номер пять вас в армии назывался командирский голос да ты можешь отдавать приказы их потерять матом их не будет выполнять можешь гореть спокойным же помощь будут выполнять вот то есть есть методики этому как это менять и всех не захочет менять понятно что его невозможно будет ночь то есть он может не быть человеком влияние он не сможет работать с людьми он может иногда построить группу на продукте люди будут завязаны не на него на продукт но ему опять же будет сложно и чему-то их учить что они его не буду слушать и слышать не человек влияние это манера общения с людьми быть интересным для людей быть полезным для людей не просить а что-то отдавать уж когда отдаешь ты получаешь хотя ты бросишь это будет только отниматься понятно сейчас объясняю проверка сначала на продукте потом на свои способности с людьми кто-то организовывать это то с чего я бы начал если в эту сторону двигаться в обратную то нужно знать цель по жизни какой жизнью какой жизнью я хочу жить через четыре базовые ценности здоровье материальный план личный план социальный план какой же не хочу жить например через 10 лет по этим по этой системе ценности какой будет моя жизнь и когда я знаю положение хочу жить у меня есть видение у меня вырисовывается инструмент поэтому мне не надо долго принимать решение что-то предлагают по жизни вот никогда удивлять надо подумать я говорю как шансовки на подумать у меня три и не сразу сажал такой же передава не будешь думать что я бы все представлю что он будет три дня ходить вот думать ему там джану и кушать я думаю и папа не мешая думаю вот мне не хочет оказаться человеком чтобы три дня ходил и думал мне нужно несколько секунд либо это служит достижению моей цели либо нет это может быть хорошее дело но она не служит достижение моей цели той цели которую той жизни про я хочу жить а вот поэтому мне решение принимать легко у меня есть как бы цель как показатель нужно не нужно полезно не полезно для меня лично не всем людям нужно этим заниматься она может не служить им целям жизни то и жить у кого не хотят жить там и так далее если они это знают ему легко ответить на этот вопрос но цели в жизни это немножко дальше даже чем вот этот пять-десять лет жизнь вообще-то лежит за пределами жизни звучит немножко конечно метафизично но тем не менее за так вопрос что мы передадим какими мы видим да что мы можем передать едем не с точки зрения воспитания образования денег некий системы ценностей если они все потеряют как это восстанавливать как сохранять и и и и и хотя бы сохранять а лучше увеличивать социальную так социальный уровень жизни поколения вот этот вещь отдельный разговор но опять же если чек знает чем он хочет получить даже через 5-10 лет такой жизни он понимает либо этот инструмент ему нужен либо кинуть а так всегда хочется и это и того и сего это нормальное желание но они не служат достижению моих целей и поэтому я как организаторы это платили неправильно большинство людей так не задумываются как я до этого грел они решают задачи вместо стоит задач как у меня было там например мне все равно было чем заниматься нужно было обеспечить материальным уровень там 7 мы очень оказались бедным в бедном положении когда союз развалился родители пенсионеры вот и вот я там работал нескольких работах жена работала нескольких работах и денег все равно не было я занялся бизнесом не потому что я хотел понимал я не понимал бизнеса мой отец презирал бизнесменов вот и так далее вот начался я позорил рот там и так далее что мы потомственные военные вот я этим занялся потому что это был полный пипец называется с точки зрения материального положения его нужно было решать и все остальные мысли мои появились когда когда это добился уже а сейчас я не получилось здесь есть части нету вот есть чем заниматься вроде все хорошо а когда чего-то не хватает и вот дальше началось уже там своя история но первоначально это было ради денег потому что не было там четкой позиции было так линого что не было голову поднять посмотреть куда далеко история началась какая после того как благо появилась потом началась но я с нее начинал вам примерно то есть когда у меня был бизнес у меня не устраивал потому что друзья мои они хотели развития бизнес получился почему если вам проще сказать одним из владельцев нашей компании был сын президента республики поэтому нас бизнес сразу получился но сын при этом республики он не всегда президент это не 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 царь вот да это недолго это раз более того выйти за пределы республики если конкретно до пашкортостанку республика выйти за пределы республики там другой сын другого президента вот или дочь понятно вот они все нормально типа деньги есть на хрена тебе что-то делать я понимал что рано или поздно это кончится я это назвал проще нет гарантии понимание как это сохранить только по денег не было ниже закончится ну вот а крайне заканчивается еще больнее и вопрос был развития бизнеса развития бизнеса с кем людей как я обучал они уходили открывали свои бизнес второе мне никто не помогает развивать это в других городах странах и так далее так далее я искал тот самый бизнес где можно было бы вкладываться в человека и бы это было бы мне выгоду даже как он круче меня бы даже он знал больше меня мне легко было бы развивать региональный и международный бизнес а вот потому что причем желательно чтобы не тратить столько же денег то есть вот я вам сказал начали что у меня есть организации в странах я ни разу не был я не ездил туда вот например я сделал фирму чтобы не открыть ее например ставрополе нужно приехать туда дать пример столько же денег иногда больше иногда может быть меньше ну примерно столько же в этом бизнесе не обязательно могу найти человека который захочет этим заниматься в ставрополе и на себя эти вещи берет компания там доставку продукта производства продукт продукты и так далее так далее занимаюсь только людьми логистика расчетами там за все все и не занимается она и вот эти все как бы моменты которые я понимал какой бизнес я хочу привели того когда я столкнулся с сетевым если идея классная но у меня сразу не получилось там ушло время но это рассказывать эти моменты но это пришло как бы там уже потом то есть я четко понимал что люди которые работают даже на хороших работах получают образование предприниматели это люди которые не живут так как они хотят они могут зарабатывать больше чем я как специалисты мне не живут так не хотят как я хочу более того как только они бросают заниматься с тем чем они занимались они перестают получать деньги бизнес инвестиции квадрат денежного потока киосаки вот люди крышу так как они хотят находятся вот здесь не все кто здесь находится жил так как они хотят но те кто же вот так находятся здесь и мне нужно было попасть вот сюда и понять некоторые вещи в основном связаны с тем как сохранять и приумножать бизнес в независимости от денег выразили трампа допустим да для меня он чем велик не интересном президент и не тем что он миллиардер а тем что он самый крутой должник в мире был больше его никто долг не имел официально толки усыдновал 9 миллиардов долларов люди за всю свою жизнь не могу столько заработать а он долг имел 9 миллиардов долларов и теперь представьте если вы с ним в дело входите в какой-либо этот бесит на вашу компанию которую вы с ним организуйте на вас как на владельцы этой компании его долгитель с кредитными структурами теме или иными неважно не юридически или физически кто бы с ним пошел бизнес делать с человеком крыло коровы дол 9 миллиардов долларов но он отдал поэтому для меня это очень интересная история как человека они потому что у него дохрена денег вот потому что мы думаем как начать бизнес без денег а он знает как бизнес минус 9 миллиардов но в любом случае если у вас с целями по жизни все хорошо то вы поймете нужно вам это или не нужно да вот если пока не очень быстрее темы разбираетесь то соответственно вот начинаете пробовать ничего не будет здесь не традиционно бизнес вы не потеряете огромное количество денег потому что это только вложение в продукт какие-то такие суммы где там я говорю в этом бизнесе есть два как бы минус и плюс большой огромный плюс что не нужно большие суммы денег ну только продукт это одновременно и минус почему люди не дорожат тем за что как то дни выложили много денег но принципе вы ничем не рискуете а вот потому что это питание нормализация водной среды не верите даже не начинаете можете принципе попробовать вы можете не пробовать если вам мешает там незнание неверие там и так далее то есть вы не обязаны если у вас заниматься по жизни если хотите разбираться не имеет а вот пока разбираетесь с целями начинайте пробовать продукцию и разбираться с людьми которые здесь что-то сложили что-то преуспели вам нужны истории ресурс с историями людей которые здесь получили результаты почему на одном и том же продукте люди получают разные результаты это был вопрос который задавали очень многие люди в самом начале я даже не мог на него отвечать для меня было все ясно и понятно что болезнь от нарушения образа жизни а большая составляющая образа жизни кроме движения мышления это то что мы пьем это что мы едим и для меня как для летчики минус инженер было понятно что если неправильно эксплуатировать то она полагается или начнет ломаться надо вернуть к нормальному конструкции по эксплуатации что если что мы вариации делали вот периодически это было понятно когда мне умные люди начинали спрашивать детей это ненормально как ты можешь четко это болит у этого этого лета вот этот маленький а этот старенький это женщина это мужчина ты понимаешь сколько там всего тебе неизвестно как ты можешь женщине там а вдруг она беременная она может сама об этом не знать как-то можешь я могу я в контуженном не все можно не нужно 100 процентов организации водной среды может быть и не она сейчас чистится прям серьезно то один паразит уже есть в организме вот но то что ей нужно организациям абсолютно точно это все можно кормить нормально вещами абсолютно точно и когда жена была беременная мы тратим уйму денег на продукт потому что как бы за этот продукт я спокоен я знаю чего его делали трава там грубо говоря там нет никакой лечебной травы то есть это не лечебный продукт они не дают быстрого очевидного результаты это еда вот и все что я могу вам сказать что в принципе большому счету вы для себя узнаете что-то новое сто процентов и не потеряете какого-то огромного времени и не потеряете денег не рискуете какими-то серьезными вещами чтобы это как бы когда мне говорят это пирамида и сектор сетевой маркетинг я говорю 90 процентов случаев да но это не от того что это сетевой маркетинг потому что сейчас вы уже понимаете что пирамиду можно сделать туризм и в образовании строительстве в медицине можно сделать пирамиду можно сделать и вне угодно если если мозг есть и понимание что такое пирамиды вот криминальное мышление если как за счет людей зарабатывать деньги то есть это не сама система это вопрос криминала у человека которые так используют и других людей которые думают что если они вложили 10 получили 100 то так будет вот между удивляет но я же получил я здесь вложил уже 100 получил то ну или неважно там 330 получил ну да она так и работает ну вот я поэтому еще раз вложил и к еще раз я не понял почему ты решила что если ты получил 30 так будет всегда или что-то думаешь что так будет всегда очень сложный вопрос даже слышим образование причем-то с финансами вот и соответственно по поводу секты тоже не вина сетевого маркетинга очень многие люди я работал в свое время например пепсика и в проктор-н-гэмбелл я понял что коммунизм наш отдыхает что утро начиналось чтение социальные они назывались духовные принципы вот сотрудника компании например пепсика или проктор-н-гэмбелл и мы гимн пели приложив руку сердце я вот на мой взгляд сект это подмена человеческих целей целями какого-то фирмы там луконина например давайте будем служить луконину поклоняться ему это я если человек с помощью меня добивается своих жизненных целей это не секта если он считает что без меня он не доберет своих жизненных целей это сектом это же в его голове и я набрал стараюсь как это свалить и поменьше работать для меня в этом смысл не как постоянно что делать я не зарабатываю там на выступлениях там надо тренингах и так далее так далее для меня задача что человек научился делать все то что делаю я и даже лучше в этом есть смысл когда я буду лежать где-нибудь под пальмой человек знаю что нужно делать умеет это делать я ему не нужен я могу спокойно лежать под пальмой если он не научится мне придется самому все время работать если будет если я буду время нужен вот и поэтому бояться за эти вещи если вы сами ну там не хотите погрузиться кому-то там служить там на кого-то полица перед тема там было бы гореть если вы понимаете что деньги идут как процент товарооборота как в любом бизнес я получаю процент товарооборот он маленький получай мало он большое получаем но просто он сложен из большого количества людей живущих разных регионов страны и так далее вот в этом плане как бы никаких таких опасностей нет ну или принципе пообщайтесь с людьми посмотрите здесь коллегу у нас так новому копчеги каждой твари попали у нас есть те кто считают что каллы клуб это больница даже находит здесь лекарей лекарей вот препараты находит вот действие кто там с кем-то носятся с каким-то именем там какой-то там легенды живой вот и так далее ну опять же говорю это для меня как раз подтверждение здоровой части мы не можем для людей особенных средств общества каждый день занимается чем-то своим большинство тусовщики им комфортно здесь достаточно позитивно вот нету страшилок всяких типа там мы все умрете я как бы знаю мы все умрем вопрос вопрос как даже никогда как поэтому достаточно все позитивно вот хорошее общение есть как бы какие-то позитивные истории людей которые решают свои вопросы в данном плане ну не знаю вот какой ты смотри средств количественный грузом тусовщики для меня это неплохое стоит хорошее слово мы всегда тусуемся вопрос просто где вот каким окружении вот и и если люди счастливы при этом и не обязаны сюда приходить но приходит мне достаточно комфортно то что его не не заманили не не зарулили и раз он продолжает ходить покупать продукцию с моральной точки зрения получает удовольствие с финансовой точки зрения продолжает покупать я продолжаю получать процент на мой взгляд это справедливо если я сделаю что-то не то ему будет дискомфортно либо по результатам либо по ожиданиям который создам его голове он уйдет я перестану получать то есть моральная с материальным у меня соединился него здесь вполне комфортно то воду кирилла тоже вот поэтому мы приезжать приехали в и кукну крайне редко здесь бывает вот так мы это не вылазили часть меня вас убьет и все стали тоже будут участвовать коротенький вопрос сергей курганский краснодар вот вы сказали что существуют методики изменения внутрь внутреннего состояния для того чтобы обрести максимально большее влияние на людей вот допустим человек понимает что говорит говорит а его никто не слышит а вот что вы можете порекомендовать чтобы попробовать себя начать меня это литература или что-то ну кого-нибудь в армии нам выдавали в такую книжечку из тетрадки в блокнотик со скрепкой маленькие ручки для вас рабочий тетрадку курсантам вот куда надо было записывать вещь которая называется сейчас называется тогда на принципе также называлась целостность из того что вы думаете делаете говорить если у вас это на самом деле внутри только когда ваш собственный анализ за сегодняшний день были ли вы целостны том что вы делаете думаете говорить если вы в это состояние собираетесь по поводу чего-то целостность все что вы говорите скажем так это грубо говоря люди будут выполнять даже не сознавая на этом построен командирский голос не на мать и не на крик на состояние целостность его просто трудно если вы его не контролируете не анализируете себя целостно ли вы его очень трудно ввести поэтому некоторые рут угрожают нас чувстве страха можно достать чтобы человек сделать но пожертвовать своей жизнью ради вас на его не заставить потому что включить состояние безопасность спасение самого дорогого его собственной жизни чтобы нам дал свою жизнь пошел и отдал свою жизнь нужно совершенно другое нужно состояние вашей собственной целостности говоря понятно для вас состояние правоты абсолютно когда вы думаете говорите делайте одно и то же поэтому нужно заниматься анализом того являетесь ли вы таким человеком потому что многих людей идет расхождение вещей процессе жизни они не контролируют и мы все это в детстве не контролируют у нас масса разных программ если мы не научимся это собирать вместе мы не можем говорить вещи которые ну грубо говоря люди будут воспринимать как как виденье спасибо